Вот мы все сюда вот так вот идем и на остановку, и в магазины, и в школу. Вот одна дорога наша. С Натальей, жительницей улицы Фурманова, мы общаемся прямо на границе. На границе многоквартирных и частных домов. Как в известном фильме «Белые росы», здесь первые постепенно вытесняют вторых. А еще, рассказывает женщина, в низине от Павловского тракта, рядом с Фурманова, в последние годы активно строят гаражные комплексы. По Павловскому тракту 199 ГСК, здесь очень много машин. Потом по улице Фурманова, там штук шесть бок этих гаражных ГСК. По Енисейской, там тоже много машин. А дело в том, что вот, ну вот как я, да, вот хожу, я боюсь, как бы не сбили. Один из наземно-подземных гаражей и стоянок строится прямо сейчас. Автовышки, тракторы и другая строительная техника, говорят жители частного сектора, то и дело перекрывают единственный путь, по которому можно пешком добраться до многих общественных мест. По Кутузово слишком далеко и долго, а здесь другие проблемы. Небезопасно, идти приходится рядом с машинами, что едут из гаражей, и грязно, особенно в дождь. Ребенок мой здесь утонул вот весной. Был дождь, и она вот здесь застряла в луже. ППСники ее мне привезли домой. Ну, в глине застряла, и все, и села. Ребенку 10 лет. Мы все выкинули, сапоги, куртку. Все было в грязи, в глине. Плакала. Люди просят районные власти обратить внимание на их проблему и обустроить им безопасную пешеходную дорожку. Ну, хотя бы для детей, вот, сбоку, чтобы они могли пройти. Именно пешеходные, именно пешеходные для детей. Так вот, я и хочу поставить этот большой вопрос. Как нам ходить, чтобы в чистой обуви, в школу, в больницу там, в автобусы идти, в магазин прийти с чистой обувью, и чтобы нас не сбила машина. Переживаю за себя, как говорится, за взрослых и за ребятишек, школьников. У этого проезда, признают люди, вряд ли есть официальный статус дороги. Но обустроить тротуар или огородить часть пути для пешеходов, считают они, очень важно. Каждый день по нему проходит несколько десятков людей, среди которых немало школьников. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.